В начале хочу ответить на часто задаваемый вопрос, где я приобрел свой аквариум и все необходимое для него. Ребята, я нашел очень хороший интернет-магазин. Называется он Биосалон. Во-первых, там самые низкие цены. Во-вторых, там просто колоссальное количество товара. Огромнейший выбор. Представлены все топовые бренды. Не надо бегать по магазинам, выдергивать все по одному. Выбрал, что необходимо и заказал. Вдвойне приятно, что если заказываешь на сумму свыше 5000 рублей, доставка бесплатная. Есть все виды доставок как по Москве, так и по России. А самое прикольное, там не только аквариумные товары, но и есть все необходимое для террориумистики, а также кошек, собак и других животных. Ссылка на этот сайт в описании. Пользуйтесь проверенным магазином. Заходите по ссылке, оцените шикарные цены и разнообразие товара. Всем привет, ребята! Вы находитесь на канале Собервижн. Продолжаем нашу рубрику про аквариумистику. Сегодня запустим аквариум на 20 литров. Для новичков я могу сказать следующее. Выбирал я этот объем, исходя из того места, которое у меня было. А вот только потом, под этот объем, я буду подбирать растения и обитателей. Можно, конечно, и наоборот. Понравилась вам какая-нибудь рыба, и под нее вы уже подбираете аквариум необходимого объема. Информации по минимальному литражу для содержания той или иной рыбы в интернете полно. Единственное, надо учитывать, каких обитателей вы будете подбирать для совместного проживания, чтобы не перенаселить аквариум, а распределить рыбу по слоям. В этой банке у меня будет небольшой акваскейп с почвопокровными растениями, камнями и рядом других растений на заднем плане. Для начала я обклеил заднюю и боковую стенку аквариума черным фоном. Вообще, я хотел сделать белый фон, но фильтр у меня, который шел в комплекте, он внутренний и к тому же черный. Поэтому я решил сделать и фон тоже черным. Фильтр будет не так выделяться на таком фоне. Удобнее, конечно, в таком объеме использовать фильтр-рюкзачок, который навешивается сзади или сбоку и не занимает много места в аквариуме. Но у меня места сзади нет. Да и в комплекте уже есть внутренний фильтр, не выкидывать же его. Его и будем использовать. Начинаем формировать рельеф дна. Я хочу сделать возвышение к задней стенке. Если использовать один грунт, то его надо очень много. Это не очень эффективно. Да и он может закиснуть. Поэтому было решено на самое дно положить лавовую крошку. Она поможет не только сделать необходимый рельеф, но и будет естественным фильтром. То есть туда поселятся бактерии и будут перерабатывать различные вредные вещества. Промывал я эту крошку, конечно, долго, часа два. Работа это совсем не простая. После промывки укладываем крошку на дно. Далее я сформировал нижний питательный слой. Он будет снабжать наше растение всем необходимым в течение длительного времени. В качестве питательного субстрата я использовал подложку от компании Dennerly. Я уже использовал ее ранее и остался полностью доволен. Единственный совет. Отступите пару сантиметров от передних стенок, чтобы субстрат был невидим. Хотя кому как нравится. Сверху на питательную подложку насыпаем кварцевый песок серого цвета, также от компании Dennerly. Песок не содержит в себе никаких питательных элементов и полностью нейтрален к воде. Фракцию я взял мелкую, около 1 мм. Она лучше подойдет для почвопокровных растений и для креветок. Единственное, что я не учел, так этот грунт надо было намочить сразу, чтобы при посадке растений не возникало трудностей, а можно было сажать их без воды в аквариуме. Этот грунт я не промывал. Как мне кажется, с таким грунтом, сакрального смысла в промывке нет. Это не галька, надерганная вместе с водорослями, которая при вскрытии пакета жутко воняет. Далее устанавливаем камни. Тут много разных фэншуев. Каждый камень имеет свое название и играет определенную роль. Я сделал проще. Установил их так, как по моему мнению они смотрятся более органично. Единственное, таких мелких камней не было. И самый большой камень я установил целым, а вот остальные мне пришлось ломать молотком, чтобы добиться нужного размера. После того, как все камни установлены и рельеф сформирован, я хотел налить немного воды и во влажный грунт посадить растения. Но так как неровности моего рельефа приличные, это не получилось. Решил набрать воды побольше, чтобы скрыть весь грунт, а уже после этого начать посадку растений. Приступаем к посадке растений. Начнем с почвопокровки. В качестве почвопокровного растения я выбрал микронтенум монте-карло. Вообще думал посадить химиантуз куба или мелкую травку парвулу, но почитав получше про монте-карло, все-таки решил остановиться на нем. Единственный минус этого растения, что я купил его у того продавца, который выращивал его на воздухе. Следовательно, листья у него тоже воздушные и при помещении в аквариум они будут отмирать, а на их месте уже будут появляться водная форма листа. Поэтому при посадке особо не стал заморачиваться. Слишком мелко по веточкам не разделял, а разделил по большим пучкам. Сажать почвопокровку в аквариум с водой дело непростое. Лучше, конечно, сажать такие растения во влажный грунт. Но ничего, я использовал пинцет и засовывал в грунт половину растения. Будем наблюдать, как оно себя поведет в дальнейшем. Чтобы добавить разнообразие в цвете, приобрел растение бордового цвета, альтернатеру мини. Ее воткнул посередине у задней стенки. Хотя может и в дальнейшем я вообще его уберу, будет видно. Пока не пойму, подходит оно для композиции в целом или нет. Следующее растение заднего плана – это амания бонсай. Интересное растение, на мой взгляд. Тоже не особо требовательное. Воткнул несколько веточек в грунт за камни слева. Посмотрим, как оно приживется и будет расти. Мне все интересно, дотянется ли оно до поверхности воды или нет. Ну а в качестве последнего растения я выбрал папоротник тайландский узколистный. Его посадим возле главного большого камня. Единственный минус – это растение было очень сильно поражено нитчаткой. Я его тщательно промыл, обработал, выщипал все видимые водоросли и посадил. Цвет у меня будет в аквариуме, как я уже и говорил. Это две лампы акваэль 6-ваттные диодные. По цветовой температуре они выдают около 8500 кельвинов. Свет яркий и вполне должен подойти для этой почвопокровки и других выбранных растений. В качестве СО2 пока будет брага. Я приобрел к ней диффузор Деннерли и пока он меня радует своими мелкими пузырями. Посмотрим, что будет дальше. В дальнейшем в качестве системы СО2 я хочу использовать литровый баллон. Ну и обязательно, чтобы редуктор был с электроклапаном, чтобы можно было включать систему СО2 вместе со светом, чтобы растения активно потребляли СО2. А вот когда уже свет отключится, СО2 в аквариум не поступало. И рыбы, креветки комфортно себя чувствовали без излишков этого газа в воде. Но пока точно я не определился, от какой компании я хочу приобрести эту систему. Пока изучаю эту тему и в дальнейшем, я думаю, что-нибудь подберу. И я хочу подобрать баллон, чтобы он был в первую очередь красивый, потому что он будет стоять у меня рядом с аквариумом и не портил внешнего вида. При старте я залил воду бактерии для фильтра от компании Сера. После двухнедельного формирования необходимой среды в аквариуме запустим туда живых обитателей. Но кто это будет и какие проблемы у меня возникли с аквариумом, узнаете уже в следующем выпуске на аквариумную тему. Спасибо за просмотр. Если выпуск вам понравился, поставьте лайк. Если еще не подписаны, подпишитесь на канал. Увидимся. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»